проходит буквально там четыре или пять раз он походил на этот спорт и говорит я больше ходить не буду я говорю почему я все равно там плохо бегаю плохо подтягиваясь я плохо у меня получается у меня плохо получается но я так хотел быть чемпионом но чемпионом человек не может быть первого раза ребенок не может вскочить и побежать человек не может сразу обучаться геометрии в человека который пришел в школу в первый класс ему нельзя сразу преподавать допустим химию или тригонометрию это же как бы само собой подразумевает точно так же и в эзотерике когда человек начинает заниматься эзотерикой он должен понимать что плавно постепенно по чуть-чуть жизнь изменяется она плавно постепенно по чуть-чуть медленными темпами просто не отказывайтесь от этого просто периодически смотрите просто настраивайтесь утром просыпаетесь говорите мне нравится это мне нравится то я радуюсь что рядом со мной там жена живет радуюсь смотрите мои семинары а без и я вам просто могу гарантировать почему я могу гарантировать огромное количество людей смотрит мои семинары я популярен очень узнаваем среди народа любим и как в верхах так и в низах в разных странах и из-за того что это происходит я могу сказать что у многих людей это получается но особенность людей у которых получается отличающихся от людей у которых не получается это связано с тем что одни постоянно настраивается на эту тему то есть они постоянно вникают они постоянно пытаются что-то делать постоянно что-то слушает постоянно пытаются как-то изменять примерять это все к себе очень сложное обучение в школе очень сложные у меня эти все методы они связаны с тем что сам механизм знаете он вроде бы и простой но запомнить все невозможно сам механизм вроде бы и такой философский и легкий но в нужный момент невозможно это вспомнить и тогда почему очень большое количество всевозможных методов это связано с тем что одним людям подходят одни методы почему мы разные есть люди визуалый аудилалы есть люди которые ощущают больше вербально есть люди наоборот ментально есть люди эмпат и они невербально ощущает мир есть наоборот люди которые называются дивергенты которые не могут ощущать то есть для них больше мир связан с восприятием в виде правил и вот такое дивергированная состояния восприятие окружающего мира, аутичные люди, которые что-то не замечают принципиально, потому что не врождены, чтобы что-то особое не замечать, аутичные есть. И это все могут быть различные вот такие формы восприятия человека, и из-за этого большое количество форм. Так один человек, ему говоришь, представь там что-то в жизни, не представит никогда ничего, но понимание того, что он представляет, может помочь ему и сделать для него больше, чем тот, который будет представлять как художник там что-либо. Для кого-то работает произнесение вслуха, для кого-то просто дыхание, кому-то необходимо обниматься, для кого-то достаточно запомнить. Из-за этого сам процесс работы над собой, он может быть разным. Также для одних людей, также это все изменяется, на протяжении года человек может сначала быть визуалом, а после этого аудиалом. И это может изменяться на протяжении жизни большое количество раз. Поэтому вот таких однозначных принципов там... Продолжение следует... Продолжение следует...